Добрый вечер, в студии Дмитрий Ярошенко. Я и журналисты службы информации расскажем вам о главных событиях округа к этому часу. В Югре чествуют строителей. Сегодня в муниципалитетах округа осматривают стройплощадки, закладывают капсулы времени и награждают лучших работников отрасли. Строители Югры осваивают передовые технологии и справляются с экономическими вызовами. Бойца из Радужного наградили Орденом Мужества. И во всем подробнее прямо сейчас. В Нижневартовске сегодня чествуют лучших строителей. Программа, подготовленная к этому празднику, масштабная. Если первая половина дня была посвящена подаркам от строителей городу, как, например, общественная приемка новой школы, то вторая часть дня была отдана именно под праздничную программу, которой присоединились и глава региона Наталья Комарова со спикером Думы Югры Борисом Хохряковым. Подробнее об этом расскажет Регина Гауфа. Профессия созидателя. Именно так называется экспозиция, которая расположилась сегодня в выставочном зале Дворца искусства. И с осмотра именно этой экспозиции начался визит делегации главы региона в Нижневартовск. Выставка состоит из архивных документов, которые отражают историю строительства Нижневартовска и, собственно, самих строителей. Помимо архивных документов есть также фотографии и некоторые картины, которые рассказывают о становлении Югры, Нижневартовска и Самотлора. ЦК ВЛКСМ объявил строительство города Нижневартовска и освоение Самотлора двумя всесоюзными ударными комсомольскими стройками. В город в летнее время принимал от 30 до 35 студенческих отрядов строителей, которые работали на благоустройство и строительство как города, так и месторождений. Но главное действие, конечно, будет происходить именно здесь, в Большом зале Дворца искусств. 33 строителя Нижневартовска сегодня получат благодарственные письма и грамоты. Трое из них – письмо от Минстроя России. По итогам 2022 года строители освоили 1,3 триллиона рублей, инвестированные в развитие нашего края. Из них 830 миллиардов рублей непосредственно в экономику. Благодаря вашему самоотверженному труду в Макеевке ДНР выполнены запланированные объемы по восстановлению школ, детских садов, жилых домов. Приятно очень, что ценят мой труд, уважают и оценивают. Приятно смотреть на то, что мы создаем, людям дарим жилье, обустраиваем. На этом программа празднования Дня строителей в Нижневартовске не завершается. Так, днем на площади нефтяников работала детская игровая программа для, возможно, будущих строителей, самых юных квартовчан. После завершения торжественной части на этой же сцене выступит Игорь Саруханов. А завершением праздника станет огненное шоу от Тюменского театра «Гелиос». Регина Гауф, Евгений Лоскутников, телерадиокомпания «Югра», Нижневартовск. Сегодня в Югре прошел выездной штаб по вопросам строительства объектов образования. Глава региона Наталья Комарова проверила ход работ на нескольких площадках в Ханты-Мансийске и Нижневартовске. А также дала старт строительству сразу нескольких учреждений образования в разных населенных пунктах Югры. Подробности расскажет мой коллега Антон Войтович. Это масштабная стройка будущий корпус Ханты-Мансийского технологопедагогического колледжа на улице Уральской. Обучаться в нем будут 450 человек. Площадь трехэтажного здания около 4000 квадратных метров. В настоящее время завершается кладка стен на последнем этаже. Устройство наружных сетей теплооснабжения и штукатурные работы. Специалисты оценивают готовность объекта в 42%. Здесь сделали все без потолков. Я хочу подчеркнуть вот эти конструктивные вещи, которые могут тоже точно так же дети учиться и смотреть, что происходит, что проложено, что сделано. Это у нас половая часть. То есть мы подобрали дизайнерские светильники, дизайнерские цвета, дизайнерскую мебель. Мы сейчас работаем с подпустяками для тем, чтобы это все обеспечить. Будущая школа – один из объектов, который посетила губернатор региона Наталья Кобарова во время работы выездного штаба по строительству. А вот еще один – средняя школа в микрорайоне Иртыш-2 на 1725 мест. Несколько спортзалов, бассейн, огромный актовый зал с панорамными окнами. Размах поражает воображение. Готовность этого здания – 60%. Мы приступили к отделочным работам, фасадные работы ведутся, инженерные сети, вентиляция, отопление. Следующая точка – будущий лицей информационных технологий. Но пока это ровная площадка, где Наталья Комарова и дала старт масштабному строительству. Буквально через три года здесь появится основной корпус, где будут учиться 350 человек, а рядом общежитие на 250 мест. Именно здесь глава региона заложила капсулу времени с посланием к будущему поколению учеников. Будет построен к началу 2026 года. Он рассчитан на 350 учащихся и будет иметь общежитие на 250 мест. Такие же церемонии в режиме видеоконференц-связи прошли в Сургуте, Урай и в поселке Белый Яр Сургутского района. Там начинаются работы по возведению общеобразовательных школ. Во всех этих образовательных организациях, если мы сложим, будет учиться 3850 детей. Вот такие условия мы создаем. В Сургуте 1500 мест, в Урае 900, в Белом Яру 1100 и в Лицее 350. Важно, чтобы команды муниципалитетов справились с задачей поставленной, установленные сроки и с заданным качеством работы. На связь вышел и Нефтьюганск, где вручили ключи от квартир участникам долевого строительства. Их дом ввели в эксплуатацию в конце июля. Далее работа губернатора в рамках выездного штаба продолжилась в Нижневартовске. Антон Войтович, Эльдар Муратов, телерадиокомпания «Югра», Ханты-Мансийск. «Югру» преображают без малого 60 тысяч человек. С пользой передовой технологии они возводят для жителей региона качественные дома и социально значимые объекты, строят электростанции и водочистные сооружения. Улучшают транспортную доступность и городскую среду. В общем, делают все, чтобы жизнь в «Югре» была комфортной. Подробнее расскажет Наталья Акст. Квартиры под ключ – один из трендов строительства современных многоквартирных домов. Такой подход значительно облегчает жизнь будущим новоселам. В этот жилищный комплекс с поэтичным названием «Новый горизонт» они начнут заселяться уже через месяц. Сейчас специалисты усиленно занимаются внутренней отделкой помещений, а также обустройством территории и детской площадки. Сейчас этот район возводится на берегу Иртыша. То есть здесь достаточно ветрено. Учитываются ли вот эти погодные условия для пристроительства? Будет ли комфортно и тепло жителям в этих домах? Да, конечно, учитывается. При проектировании это все закладывается сразу в проект. То есть это и увеличенная теплоизоляция, окна с энергосберегающими стеклопакетами. В последние годы стало очень применяться много современных решений. То есть это и вентиляционные клапана в квартирах, счетчики на все ресурсы, позволяющие в том числе передавать показания дистанционно. В окружной столице в основном применяется монолитно-каркасная технология. Это позволяет возводить многоквартирники в разы быстрее и воплощать любые архитектурные задумки. Благодаря отсутствию несущих стен можно сделать перепланировку помещения в любой момент. Поражает также прочность и долговечность таких домов. Строители региона не только осваивают передовые технологии, но и стойко справляются с экономическими вызовами. Поизникали некоторые трудности, но рынок, слава богу, адаптировался. То есть все инженерное оборудование сейчас российского производства. Там, где были раньше трудности, насосное оборудование, электрическое какое-то. Сейчас все уже российское производство. И мы вышли в ситуацию тем, что стали более тщательно планировать поставки и закупки этих материалов. И на сроки сдачи объектов это уже на сегодняшний день никак не влияет. В прошлом году Югра перевыполнила план по вводу жилья. Новоселье отпраздновали 45 тысяч семей. Используем для строительства самые современные технологии, которые позволяют создавать качественные дома с наиболее приемлемыми для наших жителей условиями. За последние два года введено более миллиона квадратных метров жилья. Мы находимся в лидерах по переселению аварийного жилого фонда. С 2019 года по настоящее время округ в тройке лидеров по темпам расселения непригодного жилья. За четыре с половиной года удалось снести более 340 тысяч аварийных квадратных метров и переселить в новые современные квартиры 23,5 тысячи человек. Помимо качественного жилья в Югре строят крупные инфраструктурные объекты. Так, по поручению президента России Владимира Путина, в Сургуте возводят инновационный научно-технический центр «Юнити-парк». На его базе займутся разработкой технологий в области энергетической безопасности, исследованиями в сфере медицины и созданием передовых инженерных технологий и материалов, адаптированных к условиям Севера и Арктики. На территории почти в 70 гектаров планируется создать 5600 рабочих мест, из них 1600 высокопроизводительных. Сердцем этого научно-технологического центра, кроме, естественно, жилья, детских садов, школ и социальных объектов, мы предполагаем основных два. Это студенческий университетский кампус, который будет стоить из научно-образовательных подразделений с комфортными общежитиями, гостиницами, спортивным объектом. Ну и еще один центр, вот если вы видите сейчас забиты сваи, вот это первый этап проходит создание генетического центра, геномного центра. Мы предполагаем, что уже к первому кварталу 25-го года он будет сдан под ключ. Вблизи самого крупного города Югры возводят еще один стратегически важный объект – новый мост через Обь. Проект реализуется в рамках региональной программы «Современная транспортная система». В строительстве задействованы свыше полтысячи человек и более 300 единиц техники. Его планируют завершить в 2026 году. Участок дороги вместе с мостом составляет порядка 45 километров. Из этих 45 километров сегодня 30 километров дороги в работе из-за отсыпки нижнего основания насыпи. И строительство основного моста через реку Опят. 16 опор, все на сегодняшний день в работе. Только разная стадия. Из них на сегодняшний день 6 готовы. Остальные там есть где начальная стадия. Вот 12 опора вот на заднем фоне видно. Погружение сваи идет. Буквально в августе месяце приступаем к сборке металлоконструкции пролетного строения на стапеле на левом берегу. А это сборка первого пролета, скажем так. Округ растет, югорчане становятся более мобильными. А бизнес стремится осваивать все уголки региона. Второй мост через Обь поможет ускорить эти процессы, а еще улучшит транспортную доступность для жителей и разгрузит нынешние маршруты. Все это обеспечит новый рывок в развитии Югры. Наталья Акст, Федор Тюменцев, Наталья Соловьева, Алексей Шахмаев. Окружная телерадиокомпания Югра. Начали раньше всех в стране и не сбавляют темпы. В Сургутском районе ключи от новых квартир получили участники фенольной программы. В этот раз в новое жилье переедут пять семей. Всего в этом году на расселение по программе в муниципалитете потратят больше 350 миллионов рублей. Это деньги из федерального окружного и муниципального бюджетов. А в ближайшие два года сумма увеличится. В 2024 и в 2025 годах она составит по 500 миллионов рублей. Подробнее о реализации программы в самом крупном муниципалитете Югры расскажем в нашем сюжете. Радость, которую скрыть невозможно. Этого знакомства с собственной новой квартирой Наталья Дроздюк прождала больше 30 лет. Выровненные стены, линолеум на полу, сантехника, кухонная плита и, конечно, балкон, которого никогда не было. Жительница Сургутского района стала участницей программы по переселению из фенольного жилья. Не верилась. Пока я не подписала, уже не съездила договор. И вот, пожалуйста, мы здесь. Эмоции, конечно, переполняют. Хочется сказать огромное спасибо государству, которое за такую программу, что такая программа существует. И нашей администрации районной за то, что они реализуют ее. Ключи от новых квартир получили пять семей. Некоторые являлись участниками сразу двух программ. По переселению из аварийного и ветхого жилья и из фенольного фонда. Это, кстати, не редкость. Многодетная семья Салиховых решила стать участницей новой программы. Ждали этого события. Сама программа удивила, конечно. Не думали, что по аварийной программе появились. Получилось так хорошо. Дай бог всем россиянам жить в комфортном жилье. Кому-то интересно это мероприятие, потому что здесь рассчитывается на состав семьи. То есть мы по фенольному мероприятию переселяем семью. По аварийному мероприятию мы расселяем жилое помещение. Несколько условий отличаются. Сургутский район стал первым муниципалитетом в стране, который еще в прошлом году начал расселять жителей из домов с превышением концентрации фенола. На сегодняшний день уже около 70 семей смогли улучшить свои жилищные условия. Одни получили социальные выплаты, другие – жилье. Только в этом доме для участников программы администрация Сургутского района выкупила 24 квартиры. Фенольные дома есть практически во всех поселениях. Не во всех поселениях, к сожалению, идет строительство. Но предлагаем в ближайших населенных пунктах, где есть новое капитальное жилье, многие довольны переездом. У нас гидронамыв – это основная строительная площадка. Каждый год водим здесь по 50-55 тысяч квадратных метров. Поэтому, да, в том числе предлагаем людям переехать в микрорайон гидронамыв. Здесь же и школа строится, и детский сад будет строиться. И магазины уже открываются. И автобус запустили. Так что микрорайон обживается. Всего в этом году на расселение из фенольного жилья в Сургутском районе потратят больше 350 миллионов рублей. Из них 312 – из федерального и окружного бюджетов. И почти 40 – из муниципального. Всего на территории района еще 1650 квартир с предельно допустимой концентрацией фенола. От жителей поступило около 800 заявлений. Из них больше 250 признаны участниками программы. Леона Киамова, Игорь Батищев, телекомпания «Югра», Сургутский район. Бойца из «Радужного» наградили орденом мужества. Ренат Тегерзианов удостоен государственной награды за штурм и взятие противника в плен. Орден мужчине вручил заместитель губернатора Югры Александр Тертока в нейрохирургическом отделении Сургутской клинической травматологической больницы. Там защитник проходит курсы реабилитации после осколочного ранения, полученного во время выполнения боевых задач. Разделить торжественный момент к бойцу приехали мама, жена, семилетний сын и двоюродный брат. Вспоминая о передовой, боец признается, что ни о каких наградах не помышлял, просто честно выполнял свой воинский долг. Мы там делали задачу боевую. Мы ни о чем не думали перед Берланом. Нам была поставлена в тачу, мы его выполнили. Ну вот, продержались довольно там долго. Потом пришла смена, ну вот так вот получилось, что попали под обстрел. Ну а так, что нас там наградят, не наградят вообще даже не думали об этом. Сегодня из Сургута в зону специальной военной операции отправили очередную партию гуманитарной помощи. Погрузка происходила с утра. В этот раз югорчане собрали около 800 коробок добра и столько же посылок солдату. Наши бойцы получат и адресные посылки от родных. Кроме того, в этой отправке будет несколько медицинских наборов. В рюкзаках есть все необходимое, чтобы одновременно оказать первую медицинскую помощь 20 пострадавшим. Комплекты передадут в госпитали и добровольцам. Для медицинских учреждений отдельно есть маски, перчатки и препараты. Кроме того, югорчане в этот раз испекли тысячу пряников. Отмечу, что в Югре работу по сбору и отправке гуманитарной помощи при поддержке правительства Югры координирует гуманитарный добровольческий корпус. С начала специальной военной операции от жителей автономного округа собрано и отправлено 2386 тонн гуманитарной помощи. Почти половина передана военнослужащим. В настоящее время добровольцы базируются в районе рубежного Луганской народной республики. За период реализации обеспечено более 700 тысяч порций горячего питания для местных жителей, раздачу гуманитарной помощи и питьевой воды, оказание медицинской помощи, а также эвакуация жителей. У людей, по-моему, уже с 2022 года собирали месяц, а это пошло в привычку. Такую, кажется, обязанность. Некоторые люди непосредственно выделяют 5 тысяч со своего дохода и регулярно приносят продуктовые наборы, геонические продукты, продуктовые, да, геонические принадлежности. Также есть люди, которые просто звонят, регулярно звонят и говорят, я снова сегодня готов помочь. Что вам на сегодня нужно? Мы там, допустим, говорим, да, вот в коробке добра не хватает подсолнечного масла, человек забудет бы делать, да, или нам не хватает на госпиталь, каких-то предметов, таких-то лекарственных препаратов, человек по списку будет закупаться. То есть есть уже определенный перечень людей, которые постоянно, регулярно это делают. И, по-моему, по ощущению, да, мне кажется, что это как сопричастность к тому, чтобы быстрее стало лучше, быстрее пришел мир, быстрее людям стало легче. Каждый сотрудник управления принял участие в сборе коробок добра и посылок солдатов, как материально, так и физически, так и принося какие-то вещи, продукты. То есть каждый гражданин в это время должен за свой долг считать необходимо, помогать нашим парням, которые сейчас с честью и достоинством наполняют свой воинский долг на фронте. Волонтеры из Югорска будут изготавливать тактические носилки для бойцов еще быстрее. Ускорить производство поможет новое оборудование, которое было закуплено на средства гранта губернатора. Общая сумма порядка 500 тысяч рублей. На эти деньги приобрели в том числе электронную машину для выполнения закрепок. С ее помощью удалось в разы ускорить выполнение работ, которые раньше занимали от 4 часов. Также купили плоскошовную машину для трикотажных изделий, парогенератор и гладильную доску, а также лампы для швейных машин и раскроенный стол. Заявок очень много идет на носилки. Нужно ребятам и на фронт, чтобы выносить раненого с поля боя. Нужно и в госпиталь. Использовать эти носилки можно не только как для выноса ребят. Можно использовать как лестницу, как рюкзак. Вообще можно что-то переносить на ней. Можно также использовать как укрытие. Развешивать над собой и накидать веток. Поэтому функциональность большая и используется абсолютно везде. В Югре количество лесных пожаров за сутки увеличилось почти в два раза. Причиной новых возгораний все так же остаются грозы. Сейчас на территории округа действует 23 природных возгорания на площади 2098 гектаров. 13 из них на площади 288 гектаров удалось локализовать. Со стихией продолжают бороться 317 человек. Ситуацию контролируют, поэтому угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. План по авиации сегодня. 11 самолетов на мониторинге, 5 вертолетов на тушении. В том числе один из них с водослевным устройством. В Нягоне поддерживают пожилых людей, которые находятся в психологически кризисной ситуации. Этим летом, благодаря гранту губернатора Югры, в городе запустили проект «Жизнь на активной волне». Помогают также пенсионерам, перенесшим тяжелые заболевания. Предусмотрено 6 программ, в том числе цикл медицинских онлайн-семинаров «Мир моей души», мастер-классы по арт-терапии, имидж и стиль, красота и мой дом, а также посиделки у самовара. Участники проекта получают полезную информацию о том, как вести здоровый образ жизни, правильно питаться, отказаться от вредных привычек и адекватно оценивать сигналы своего организма. В том году у меня был грант, назывался «Арт-терапия. Волшебный мир творчества». А в этом году я хотела расширить несколько направлений, ну, как бы поинтереснее, чтобы было. С нашими девочками 50+, мы занимаемся три педагога. Проект у Ирины Богадиной «Краски жизни», проект у Ирины Кудяковой «Лоскутное шитье». И вот мой проект «Жизнь на активной волне». Мне понравился этот проект, и я сама рукодельница, и вот чтобы что-то открыть для себя новое, это всегда очень прекрасно. Мы объединяемся, когда общаемся, это мы прям родными становимся, очень приятно. Нефтьюганцы сами решают, как благоустраивать свои дворы. Администрация города продолжает принимать заявления на инициативное бюджетирование. Так жители 15-го микрорайона уже определились с проектом и местом его возможной реализации. Ранее в этом дворе стоял теннисный стол, который не пользовался спросом. После того, как подключилась команда Югры, в микрорайоне обновили дорогу, наладили освещение и привели в порядок ротуар. Также решили обустроить спортивную площадку. На собрании инициативной группы жители эскизный проект поддержали. На площадке планируют установить тренажеры, брусья и турник. Также сейчас ожидают предложений по установке крыши, чтобы погода не помешала спортсменам. Вы лично будете заниматься? А почему бы и нет? Сначала надо ее построить, а потом уже и вдохновение появится. Если, конечно, появится возможность, почему бы и нет, да, почему бы и нет. Не надо никуда-то бегать, никуда ездить не надо. К знакомым друзьям приходишь, смотришь тренажеры, вы говорите, я считаю, это вообще хорошая идея, потому что молодежи, ну, больше спорта лучше, ну, и нам, старикам тоже, выйти, посидеть маленько там, железки потягать, тоже полезно будет. Надеемся выиграть, главное, чтобы не сломали. У меня на этом пока все. Будьте в форме, не сходите с дистанции. С вами был Дмитрий Ярошенко. До встречи на телеканале «Игра».